Вот так вот Багамский теплоход в Ялте. Я не знаю, как он сюда добрался и каким образом. Ой, спасибо, Нине. Спасибо. Ой, ой, заберите, пожалуйста, заберите, пожалуйста. Не-не-не, я боюсь, спасибо, спасибо. Да не бойтесь. Не-не-не, спасибо. Итак, забыла, обезьянка мне на плечо забралась, а мне стало это, немножко перепугалась я. Так, где, где? Ага, вон. Сегодня у нас 10 октября 2013 год. Я все еще хожу в шубе, вернее, в куртке в теплой. Спасибо мне, спасибо мне с широкого плеча дали поносить чужую куртку, иначе я бы тут просто одубила бы все. И все равно мне еще холодно, хотя люди же ходят в этих, в маечках. И вон, смотрю, штормик такой небольшой, штормец. Пошли в магазин винокрымских подвалов. Тихонько скажу по секрету хозяину, хозяинка. Пошла. Меня там, Вовчик, меня там не покрут? Иди, скажи, что у меня есть специальное разрешение. Я только что здоровалась. И еще раз здравствуйте, девочки. Снимайте его. Боже, какая красота. А кто дизайнером здесь был? Я дизайнером была, в общем-то, жена. Ух ты, ну вообще. И никого не привезли. Вот это вообще работа моей сестры. Оно снижено в профессии. Это вышито, что ли? Это вышито. Она вышивала своими руками. Мне подарила, но я... Умничка какая. Ну так правильно. Так, папироса нам надо, не надо. Нам нужно крымское вино показать. Итак, что у нас? Когор. Самое-самое-самое сладкое. Белое. А что, тут наразлик даже есть? Что, серьезно? Это настоящие бочки? Нифига себе. Итак, вермут. Ну, вермут это, по-моему, не крымское вино. Почему это не крымское? У нас все крымское. У нас здесь нет. А черный доктор? А мускат красного камня? Мускат белого и красного камня. Все это наше. Все это есть. А черного доктора у нас не выпускают. А его же уже как бы не выпускают. Да? Все выпускают. А вот тут что? Деньги? Тук-тук, войдите. Как тебе? Монета. А цены просто смешные, честно. Вот такие его в Америку. Какой? Это все дорого. Меганом. А, да, понятно. Да, понятно. Это, ну, и вина, что ли, не попробуем? Не, мы в другом месте будем пробовать. Не, я не буду. Я шучу, я же не пробую. Я же, нет, я не люблю. Спасибо большое, девочки. Красивый такой магазин. А, там водка, ага. Вот так вот. А водку вы продаете с утра до вечера? Или нет часы? То есть можно продавать всегда, да? У нас пока, по-моему, ничего не нет. Это я. Ага, спасибо. Все, удачи вам, процветания. Очень больших заработков. Громадных просто. С таким хозяином тут надо вообще быть. Что? Мы сейчас пойдем на Пушкинск. Там еще такой же магазин. Там лучший магазин. И там напьемся вина. Вот, блин, я не пью елки-палки. Вот это надо. Не, 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 ты что, я шуя это. Ну, прям Бог велел выпить. Так, с другой стороны немножечко, чуть-чуточку вот такую. Называется Дельфин. Теплоходик. А там так и стоит итальянский, заблудился, не хочет домой возвращаться. Ну, тут можно на трон сесть с королевой, стать на минуточку. Либо королем тоже на минуточку. Вон, одежечка, пожалуйста. Шляпу и пошла королевна. Иностранцы ходят с теплохода. Вот так вот. И всего ничего, 75 гривен. Если учесть, что доллар стоит 8 гривен. Вот так. Хочешь стать королевой, стань ей. Почти бесплатно. Срочное фото. Это царский. Корона Российской империи. Какая красота. Ох, шторм, шторм немножко начинается. Бедные кораблики. Там же все кишки и ветры сут. Так, ладно. Все мокро. Надо осторожно, потому что может это залить. Может залить. Классные какие фотки. Так, где моя дочь? А вот наш храм Николая Годника. Вот сейчас получится, не получится. Вот он. Ну, дяденька, убери свою широкую спину. Вот он. Вот он. Это на улице Морской. Красивейший храм. Просто красивейший. Валюшечка, мы твоего сыночка поймали. Какой красавец. Андрюша, сколько тебе сейчас лет? Подожди. 24-25. Ты вчера был вообще под стул ходил пешком. Глянь, сколько я тебя не видела. А мне тогда сколько? А тебе 21 суток. Какой красавец. Женат, не женат? Девчонки, не смотрите. Он женат, занят. Парень занят. Сейчас придет. У нас в Ялте все пацаны красивые. Один красивее другого. Стараемся. Ну, Валюшки некрасивых мужчин нет. Ливадий Золотого пляжа. Вот этому дереву лет, наверное, уже 300. Оно всегда было. Это тоже своего рода ялтинский, как бы, как сказать, это тоже Ялта. Это ялтинский, как Ласовшкино гнездо, так и вот это дерево. Все фотографии Ялтинской набережной обязательно с этим деревом. Какая сова. Или кто это? Или кто это? Ливадий Золотого пляжа. Совец. Ой, какой красивый. Ой, какой красивый. Ладно, пошли дальше. Идем снимать шторм. Это такой еще маленький шторм. Тут так обычно штормит, что заливает всю набережную. Улица морская. Там у нас милиция. Там у нас военкомат. Кстати, мне кто-то сказал, что уже с этого года украинская армия будет контрактная, на контрактной основе. Слава тебе, Господи. Уже можно за пацанов не переживать. Людей, как летом. Ну, потеплело немножко, конечно, все вылезли. Все вышли на солнышке погреться. Красотулечка. Ялточка моя любимая. Красотулечка. И все снимают волны. Все снимают шторм. Это как бабахнет. Красотулечка. Отвели дужку себе свою. Красавица моя. Красавица. Красавица Ялточка. Сколько что-то по набережной было пройдено, перепройдено. Особенно, когда лет 15, 16, 17. Ой, здравствуй, Игоречек. Как дела? Я попал на видео. Обняться чуть-чуть. Как дела? Замечательно. Вам удачи. Спасибо, спасибо. Удачи. Так, сейчас еще даму с собачкой покажу. Тут у нас недавно поставили металлическую скульптуру. Дама с собачкой, по-моему. Если я не ошибаюсь. И тут дом Софии Ротару. Вилла София называется. Вилла София называется. Ага, вот она. Вилла София. Вот это вот ее собственность. И вот сразу же, вот он рядышком, вот он, открытый концертный зал. Здесь бывают все, 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 практически все знаменитые певцы. Каждое лето приезжают. Вот, пожалуйста. Я уже говорила, что дома с собачкой снималась в Ялте. Не знаю, что там на этой вилле София. То ли там гостиница, то ли там, не знаю, что там. И вот летом, зимой, когда шторм, вот это все заливается. Вот эти все деревья. Можно посмотреть шторм. Там есть, там был бешеный шторм. При сильном морозе все это было покрыто. Все деревья были покрыты льдом. Вот он наш летний театр. Так, где моя доча? А, теплоход уходит опять. Что там? Я прихожу, и он уходит. Он всегда уходит, так и никак не уйдет. Или он передислоцируется с места на место. То там встанет, то там встанет. Все, выключаюсь. Музыка, музыка, музыка. Ты немножко лишняя здесь, музыка. Когда сильный шторм, это бьет и поднимается метров на 20. Здесь все фонари сносятся. Девица-красавица, еще одна прогуливается. Опять Боткинская аптека. Иду. Все? Все, до свидания. Улица Пушкинская. Вся застроена, перестроена. Идем. Венера М. А, еще один Вовкин магазин. Ой, Вовчика. Я так его... У меня на В, я его уже Вовка стала называть. Заставила называть на ты. Ха-ха. Винный погреб. Сейчас мы пойдем в погреб. Пойдемте в погреба. Ха-ха-ха. Пойдемте в номера. Ой, как красиво, Боже. Как красиво. Так, итак, идем. Погребок. Погребок. Здравствуйте. Идем в погреб? Да. Вот так вот, сразу погреб. Раньше, раньше в номера тянули, сейчас погреб. Ничего себе. Ничего себе. Красота какая. Здравствуйте. Тот же самый ассортимент или нет? Красота какая. Каберне. Ладно. Ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. Изобилие. Вот есть такой вот выход из магазина. Выход. Ой, Боже, какая сказка. Что-то потекло. А что-то потекло сверху, что-то посыпало. Не, нормально, нормально. Пусть работают. Пусть они работают. Тут люди другие сидят вообще. Как здорово. Эта речка называется, по-моему... Нет, это уже другая речка, это не быстро. Это уже другая, ага. И вот она, 12-я школа. Не знаю, или сейчас она школа. Вот эту красоту построили с 7 мира всего. И вот сразу гостиница Рианда, выход на набережную. Вау. Вау. Как здорово. Как здорово. Ого. Ах, какой кофеечек вкуснющий. Вкуснющий, привкуснющий. Сдыдать. Угу. Угу. Смотри, как красиво. Стенная роспись. Латинские горы. Красота. Ты кого? Бобарев? Не успела. Чуть-чуть только что был. Вышел в степь донецкую. Парень молодой. Вон мальчик играет на баяне. Чуть не сказала на рояле. И так стемнело. И так стемнело. Мы пока попили кофе. Стемнело. Идем домой. Бежим домой. Бежим, бежим. А он так и стоит. Не хочет никуда уплывать. Хорошо ему в Ялте. Станя! Старый Амстердам. Амстер и дам. Так. Вот это старинное здание. С той стороны. У меня была квартирка. Шикарная. Пап. Осторожно, мальчик. А, подожди, я заеду в банк. Давай. Ага. В наш банк. Надо было добавить. И вот это был мой офис. Сейчас там у нас веб-банк. Ваб-банк. Веб, господи. Вот мой второй этаж. А тут прям в центре города у меня был офис. Был, да спыл. Пошли сходим, проверим, как там работает мой банк. Ну, помещение мое, ладно. Банк уже ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно? Пожалуйста. Спасибо. Вы прям как президент. Так. Тут все время хотели построить еще один этаж. Здравствуйте. 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 Пойдем дальше. Пойдем дальше. Это был мой магазин. Здравствуйте. Как поживаете? Здравствуйте. А где наша любимая? А мы прикорим нашу воду. О, дает. Вот это да. И вот такой видочек. О, красота. Вход на Массандровский пляж со стороны порта. Лет, наверное, 10 назад построили эту штучку. Пошли, есть чебуреки. Это было, что-то было с водой связано. Вода напорная какая-то. Так красиво сделали. Все молодцы. И вот наверху знаменитая Ялтинская чебуречная. Малюпусненькая была. Сейчас расширилась. А вот это вот что-то было водное здесь все снесли, да? Вот он, Массандровский пляж. Вот она, чебуречная. Ну, тут прям все по-взрослому сделали. Там мой отец строил этот пляж. Мне было сколько? 4-5 лет. Это был дикий пляж. И вот выстроили такую красоту. Строили вот эти вот волнорезы. Ну, естественно, очищали пляжи и возбегали стены подпорные. Инжир. Бесхозный. И вот наверху чебуречная. Там порт. Все, пошли. А ты прям хочешь по пляжу, по пляжу, или? Живые раки. Тут был ресторан Козырная карта. Сейчас что-то другое по всей видимости. Ля Мэр. Ресторан Ля Мэр. Давай уже потом. Что? Хочешь по пляжу пить? Да. Только без камеры хочу крутиться. Следующая морская мина. Бомба. Вот такие вот по морю плавали во время Второй мировой войны. Караоке. Пошли, ладно, пошли, пошли. Даже ATM на пляже есть. Удивительно, что его ночью никто не унесет. Странно. Вот эта подпорная стена стояла здесь уже 100 лет. Вина крымских подвалов. Прямо на пляже. Вверх вот. Все, пошли. До свидания. Вот они. Вина крымских подвалов. Все, Вовчика. Пойдем дальше. Теперь вот тут кораблик, который был на набережной. Я снимаю с Классандровского пляжа. Конечно, нет. Все голенькое стоит, потому что сейчас не лето. Все, немножко море. Вот они, галечные пляжи. Галечка, галечка. Какое обалденное кафе. Сидишь, это фито, тут чаи. Сидишь, пьешь чай и смотришь на море. Красота. Фиолет. Вот теперь отсюда виден весь порт. Небо обалденное, конечно. Вот эта портовская стена, вот такая громадная, была разрушена штормом, по-моему, в 64-м году. Или в 69-м. Был такой сильный шторм, что вот эту махину все выбило. Брешь пробила громадную. Вот она набережная. Это с Массандросского пляжа. Видочек опять. А не зайдем в этот храм? Как это называется? Часовня. Ладно, не пойдем. Это был клуб рыбаков раньше. Вот не помню, было тут киношка или не было. Кошка. Белка лавушка. Вот что-то написано про эту часовну. Ладно. Морской вокзал. Улица Свердлова. Площадь Радина. Какой-то банк. Квартира. Дянька сидит. Квартира. Вот она. Была площадь, уже не площадь. Уже переулок Радина должен быть. Старинные, старинные наши елтинские дома. А этот дом весь сгорел. Много-много лет назад. И вот он сел такой страшный-страшный. И вот его сейчас вот таким вот какой-то бумагой обклеили. Иду, 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 иду. Иду, 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 иду.